всем привет дорогие друзья из мармариса привет наш последний день мармарисе идем гулять по городу идем в крепость старый город покажем вам пляже и набережную но вчера мы были магазине сувениров у друга айхана нури и сейчас вам покажу что же здесь мармарисе продается в сувенирном магазине если вы будете в мармарисе обязательно заходите ссылка в описании на карту контакты все в описании а 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 и а а а а а а Каждый, когда вы путешествуете, вы всегда покупаете подарки или сувениры. И сегодня я хочу вам показать, что же продается в сувенирных лавках в Марморисе. Например, здесь вы можете приобрести вот такие вот сувениры, ну типа лампы Алладина, стоят 60 лир. Вот такие вот совы, как символ мудрости. Но самое интересное, помимо вот этих вот всех стандартных сувениров, кстати, да, вот эти вот слоны, 7 слонов, они тоже являются символом удачи, благополучия и так далее. Кто знает больше, напишите обязательно в комментариях. А здесь продаются удивительные лампы в османском стиле. И я знаю, что практически все вы мечтаете о том, чтобы у вас дома были такие лампы. Я тоже об этом мечтаю. Я пока что еще себе не купила, но присматриваю. И здесь мне очень понравились лампы вот такого вот плана. И именно цвета бирюзы, однотонного бирюзового цвета. Если говорить о видах этих ламп очень много. Есть вот такие вот маленькие настольные лампы. Есть чуть больше, есть подвесные лампы. А есть очень-очень большие лампы. И, например, одна из самых больших ламп здесь, это вот такая вот огромная подвесная лампа. Вот она идет вот так вот по кругу. Стоит 500 лир. Ну и, в общем, все цены здесь, как мне сказали, от 70 лир и выше. Кстати, в этом магазине все цены написаны. И вы можете увидеть, что, например, все цены есть на сувенирах. Если говорить об этих лампах, они просто потрясающе украшают интерьер вечером, днем. Но это, в общем, очень такая классная, красивая, атмосферная вещь. У вас дома, даже если у вас интерьер супер минималистичный, эта лампа, например, вот такого вот бирюзового цвета, будет смотреться просто шикарно. Что еще продают в сувенирных лавках? Конечно же, это всякие разные сувениры на морскую тематику. Маленькие лодочки. Вот такие вот лодочки в бутылочках. Есть, конечно же, всякие разные статуэтки с морской тематикой. Есть обязательно местные сувениры. И в Марморисе, например, продают вот такие вот красивые. Это не магниты, а можно вот так вот поставить на полочку или где-то у себя дома. Есть разные тарелки. Посмотрите, какая красота. Вот это вот прям настоящий супер-супер красивый сувенир из Мармориса. Есть, кстати, часы. И, конечно же, традиционные турецкие сувениры – это разные предметы или украшения из камня оникс. Оникс бывает разный. Он бывает светлый, зеленый. Бывает даже вот такой вот уникальный, практически белый. То есть вот эти вот украшения, вот эти вот сувениры, их можно как использовать, например, вот такие вот красивые мини-вазочки для хранения чего бы то ни было. Есть также пепельницы, которыми можно пользоваться. Или как просто украшения для интерьера. Здесь я еще нашла вот такие вот интересные кожаные блокноты для тех, кто любит что-то такое аутентичное. Стоят они 95 лир, 135, есть 40, 75. Ну, в общем, разные цены. И еще очень интересное, что я здесь обнаружила – это вот такой вот набор ручной работы из Газиантепа. Это стол, деревянный стол и вот такие вот стулья. Такой набор стоит 1800 лир. Посмотрите, ну это прям, прям настоящая ручная. Столик. Столик. Ага. Вот такие вот красивые вещи. И они вот так вот складываются, то есть их можно поставить, либо купить как какую-то коллекционную вещь. Конечно же, все из Турции привозят кальяны. Здесь много разных видов кальянов. В кальянах я не понимаю вообще ничего, поэтому обязательно напишите в комментариях, на что стоит обратить внимание, когда вы покупаете кальяны. И, конечно же, что привозят из Турции. Из Турции привозят, по-турецки это называется, джезве. Вот такие вот красивые штучки для того, чтобы валить кофе. В каждом городе есть совершенно разного плана. Здесь, например, в Марморисе продают на память с надписью Марморис и Турция. Это все, это все ручная работа. Поэтому как, мне кажется, как очень классный сувенир. И вещь, которой вы, в принципе, будете, можете пользоваться каждый день, чтобы варить кофе. Есть вот такие вот очень маленькие на одну чашку, есть большие. В общем, зависит все от того, как много кофе вы пьете. Ну и, конечно же, много разных других сувениров, которые можно купить как украшения для дома. Но, конечно же, больше всего, как я вам и сказала, меня привлекли вот эти вот лампы. И когда вы приезжаете в Турцию, также не забывайте о том, чтобы приобрести вот такие вот украшения с Назар Бонжуком. Это так называемый глаз Фатимы, или как он называется у нас, глаз от сглаза. Очень много разных вариантов, видов. Мне тоже они очень нравятся, и я их всегда покупаю, например, как сувениры друзьям, знакомым. Ну и, кстати, сама тоже ношу. Один также из важных сувениров, которые обязательно нужно привезти из Турции, это турецкая керамика. А особенно керамика вот таких вот цветов, бирюзового, голубого, синего. Видите, здесь даже есть символ Турции. Это вот такой вот тюльпан. Производится это, конечно, все в Турции. Например, вот такая тарелочка стоит 12 вирт. Производится это все в Турции. Это тоже ручная работа, как и роспись, так и само изготовление этих предметов. Кто любит что-то поярче, поинтереснее, есть вот такие вот шикарные тарелки, которые можно использовать и просто как украшение, и для фруктов, может быть, каких-то конфет, когда приходят к вам в гости друзья или знакомые. В общем, друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы привозите и что вы покупаете в Турции, когда приезжаете сюда в отпуск или по делам. Обязательно напишите в комментариях, какие сувениры вы привозите. Ну, а я всегда, как вам уже сказала, привожу либо керамику, либо какие-то украшения с глазом от сглаза. И, конечно же, многие из Турции привозят нарды. Это тоже ручная работа. И кто знает, кто любит, кто понимает, как играть в нарды, это тоже очень классный подарок. Нека, да? Ну, и четыре. 300-350 лив, например, стоят вот такие вот нарды. Видите, они здесь тоже все с турецкими мотивами, с османскими такими узорами. Поэтому разнообразие очень большое. И если вы будете в Марморисе, обязательно приходите в этот магазин. Я думаю, что вы найдете для себя тоже много чего интересного. Сейчас 11 часов, и солнце стоит в зените на набережной. Народ купается, отдыхает. Муниципальные работники работают. Вот такая вот здесь широкая набережная. Вот это вот муниципальный пляж. Сюда могут приходить все желающие, пользоваться зонтиками бесплатно или приносить свои зонтики, полотенца и отдыхать. Набережная очень уютная. Вечером я вам ее уже показывала. Здесь очень ярко. И если пройти чуть дальше, то весело. Расположена чуть далее улица баров, ресторанов, кафе. В общем, развлечения на любой вкус. В Марморисе очень красивая набережная. И есть, конечно же, паромы, прогулочные яхты, на которых можно отправиться на различные пляжи, острова. Например, на Кумлубюк, пляж в Турунч, где мы с вами были, в Ичмелер. В общем, выбор разнообразный. Можно посетить разные пляжи, пещеры. Видите, какие красивые места, куда можно попасть только на лодке, на пароме или отправиться с туром. Если мы еще раз приедем в Марморис, то обязательно совершим такое морское путешествие. И такой тур на яхте стоит 10 долларов с едой, без напитков, с едой. И отправляется в 10.30 утра до 5 вечера. То есть 7 часов вы находитесь на яхте, купаетесь. В следующий раз мы обязательно тоже совершим такой тур. Да, дневной тур на яхте. Хочется, конечно, остаться подольше, но, к сожалению, нам нужно ехать обратно. И здесь в Марморисе также есть небольшая крепость. Вечером по улочкам в прилегающем крепости мы с вами гуляли. А сейчас отправимся туда днем. И вот здесь стоят указатели. музей, крепость, старые дома Мармориса и улица баров. Сейчас посмотрим все сразу. И вот здесь вот уже начинаются старые домики, крепость, музей. Очень красивое, аутентичное, настолько колоритное место, что просто невероятно. Как я уже сказала, сюда нужно приходить и днем, и вечером, потому что вечером здесь очень таинственно, а днем все вот такое вот яркое можно рассмотреть, все самые мельчайшие детали. Когда вы путешествуете, гуляете по городу, обязательно заходите в самые потаенные улочки. И мы зашли в тупиковую улицу, и здесь есть как очень старый дом, так вот такой вот отреставрированный, красивый дом. Можно пройти по такому вот туннелю. Здесь большое количество тоже разных бутик-отелей, кафе, свежевыжатые соки. Мерго! Мерго! Можно выпить чай, кофе, в общем, просто посидеть и отдохнуть вот в такой вот красивой атмосфере. Можно отправиться на эту улицу. По этой улице мы уже гуляли в прошлый раз. Я вам показывала ее. Покажу еще раз днем. Здесь разные офисы, частные домики. Очень красиво, очень люблю такие места. Вы тоже напишите в комментариях, что вы любите, когда путешествуете. Посмотрите, вот такие вот двери и прям звонок. Старый-старый звонок. Видела такой вот птички. Как же здесь тихо сейчас тоже. Растут красивые цветы. И пахнет стариной. Посмотрите, какие шикарные двери. решеточки, камни. Очень красиво. И поднявшись вот по этой улочке, мы попадаем в крепость, в музей. И прям на входе здесь висит портрет Мустафы Кемали Ататюрка. И написано, что культура это базис, основа Турецкой Республики. И посмотрите наверху, какой голубь. Голубь. Красивый белый голубь. Вход в этот музей стоит 18 лир. И сейчас с вами, точнее, музей-крепость, прогуляемся и посмотрим, что здесь есть интересного. Какие виды с крепости открываются. Крепость Мармариса небольшая, но свою историю этот город ведет с 3000 года до нашей эры. И в 1522 году эта территория также перешла в управление Османской империи. Как вы знаете, здесь имели свое место многочисленные исторические события, и в том числе Геродот также родился в этих местах. Говорят, конечно, что в истории написано, что в Бодруме, но от Бодрума до Мармариса совсем недалеко, поэтому это уникальные места для изучения как подводной археологии, так истории античной и античной археологии. Мы сейчас находимся как раз вот здесь. И вчера мы с вами были в Ичмелер, Турунч, и вплоть до дачи мы доехали. Здесь также представлены многочисленные археологические артефакты, которые как раз и были подняты с морского вна. Многочисленные амфоры. В крепости много разных маленьких помещений. И как я уже говорила, крепость небольшая, и здесь находятся тоже разные артефакты. То, что осталось как раз вот с тех древних времен. И видите, что написано? «Смерть для всех одинакова». Когда мы умираем, мы становимся все идентичны, скажем так. Одинаковы. Смерть для всех одна. И здесь представлены, скорее всего, разные детали фронтонов, алтарь Аполлона и разные многочисленные тоже детали фризов и так далее. Знаете, что мне нравится вот в этих каменных помещениях, именно из натурального камня, то, что летом здесь прохладно, а зимой тепло. Поэтому, если вы будете строить дом в Турции, стройте дом из натурального камня, это намного дешевле даже, чем бетон, но намного красивее и намного комфортнее. Можно также подняться на самый верх и увидеть всю красоту этой крепости и панораму города. Сейчас мы как раз отправимся на самую высокую точку этой крепости. крепость несмотря на то, что крепость небольшая, но если будете в Марморисе, обязательно приходите. Здесь открываются очень красивые виды вот на такие домики белоснежные с черепичными крышами. В общем, старина, море, яхты потрясающие. крыши. Продолжение следует... И, как я говорила, здесь большое количество амфор. И, например, написано, что вот эти амфоры датируются 6000 годом до нашего века. тоже их достали, отреставрировали и законсервировали археологи, морские археологи. В общем, артефактов огромнейшее количество для тех, кто хочет изучить все подробно. очень много, много интересных исторических элементов здесь. 11 лет потом опять Мармолис осталось очень красиво. отрицать с дорогие друзья я надеюсь что вам понравились наши видео мы заканчиваем наше путешествие по мармарису бодрому обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх и не забывайте что в описании к нашим видео всегда есть ссылки на бронирование отелей туров и самолетов в турцию со скидками как я уже сказала подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх комментируйте комментируйте были ли вы в бодрую мармарис или нет какие места вам понравились если вы здесь не были при возможности обязательно приезжайте ну и конечно же смотрите наш канал потому что у нас много-много разных видео из разных районов турции обязательно смотрите старые видео а в следующих видео мы отправимся с вами в город ушах где посетим кайны каньон термальные источники а также съездим в термальный отель во фионе в общем будет много интересного поэтому смотрите путешествуйте наслаждайтесь познавайте это очень интересно и желаем вам всего самого лучшего